Здравствуйте, уважаемые друзья! Накануне Дня Народного Единства, который отмечается в России как большой государственный праздник, сотрудники библиотеки филиала номер 8 представят вашему вниманию медиахронику праздник Воскресения России. День Народного Единства отмечается на территории нашей страны с 2005 года по указу президента 4 ноября. Однако история этого относительно молодого праздника уходит корнями к началу XVII века. День Народного Единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда Минин и Пожарский организовали народ на защиту города Москвы и всей русской земли. В единстве они победили врага. Исторически этот праздник связан с одним из судьбоносных событий в истории нашей страны. Родина и единство – глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям. Не раз переживала времена вражды. Когда она ослабела, на нее набрасывались враги, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Но страна снова и снова восставала из пепла, потому что народ был сплочен единой идеей – идеей защиты Отечества. Именно единение народа способствовало развитию страны как независимой державы и привело к окончанию смутного времени и стабилизации в стране. Смутное время – это исторический период, который начался со смерти в 1584 году Ивана Грозного и завершился в 1613 году, когда на русский престол взошел представитель династии Романовых Михаил Федорович Романов. После смерти русского царя Ивана Грозного на Руси не стало порядка. У Ивана Грозного было три сына, но править страной было некому. Старший умер, средний, хилый и слабый, процарствовал недолго. А что стало с младшим Дмитрием, точно неизвестно. Но в народе пошел слух, что его убили, а убийца якобы и стал царем вместо Дмитрия. И началось в нашем государстве страшное время, которое историки назвали смутой. Смута означает раздоры, ссоры, беспорядок. Один за другим объявлялись самозванцы и бунтари. Так в Литве нашелся, как будто бы чудом спасенный царевич Дмитрий, на самом деле беглый монах Григорий Отрепьев. Польский король его признал и дал войско, чтобы отвоевать престол. Вскоре Лжедмитрий I, как окрестили его в народе, воцарился в Москве, когда самозванец стал мешать и полякам, и боярам его убили. На престол вступил Василий Шуйский. Правил он недолго. Власть у него была ограничена, и смуту остановить он не смог. А тут новый Лжедмитрий объявился. Многие поддерживали его. Тогда Шуйский призвал на помощь шведов. Полякам это не понравилось, и они объявили Москве войну. Так внутренняя смута дополнилась вмешательством иностранцев. Вскоре Лжедмитрий II был убит. В России наступило междудцарствие, или семибоярщина. Это совет из семи бояр. Польский король Сигизмун III объявил, что посадит на русский трон своего сына Владислава и станет Русь частью польского королевства. Бояре присягнули Владиславу. Втопшиеся в пределы русских земель польские войска захватили Смоленск, Новгород, Москву. Враги грабили и убивали. Устанавливали жестокие порядки. Там, где они проходили, полыхали пожары, пустили города и села, зарастали бурьяном невозделанные поля. Русский народ поднялся на борьбу. Возглавили народное ополчение купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Биография Кузьмы Минина до 1611 года почти неизвестна. Родом он из Нижнего Новгорода, торговал рыбой и мясом. В сентябре 1611 года был избран посадским старостой. Именно Минин начал собирать ополчение. Именно он призвал подняться на борьбу с врагами Родины. Мир православный начал он. Страдает Родина святая. Повсюду горе, вопли, стон. Ручьями льется кровь людская. И на племеннике Гурьбой отчизну нашу разоряют. Владеют русскую землей и нас себе порабощают. Москва в плену. В стенах Кремля Враги скопляются толпами. Страдает Русь. Ее земля кишит враждебными войсками. Не отдавайте Русь врагам. К Москве ведите ополчение. Мир православный. Или у нас не чувств. И вялы мы сердцами. Восстанем. Дорог каждый час. Восстанем. Все пойдут за нами. Освободим страну родную. Или за родину святую. Все до единого умрем. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина осадило польский гарнизон в Китай-городе. В тот же день интервенты отступили в Кремль. На территорию Кремля вошел князь Дмитрий Пожарский. Дмитрий Пожарский потомок древнего рода, уходящего своими корнями к основателю Москвы Юрию Долгорукому. С 15 лет Пожарский по обычаям того времени начал службу при дворе Бориса Годунова. Под влиянием матери Пожарский получил редкое по тем временам хорошее образование. Из отзывов его современников можно сделать выводы, что был он человеком очень справедливым, щедрым, скромным и храбрым. В смутное время, когда к власти в Москве после смерти Василия Шуйского пришла семибоярщина, и бояре впустили в столицу польские войска, князь примкнул к первому народному ополчению. Но в ходе тяжелых боев с поляками он был ранен и выведен в свою водчину. Второе ополчение, которое начал собирать Кузьма Минин, должен был возглавить Пожарский. Князь не отказал. Он возглавил народное ополчение. Так, под знаменами Минина и Пожарского собралось огромное войско, более десяти тысяч человек. Среди них были представители разных народов и вероисповеданий. Русские, татары, башкиры, мордва и другие. И они двинулись к столице. И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед битвой, благословенная молитвой под звон грядущих перемен. В Кремле и Китай-городе находился всего один польский гарнизон. Но на помощь к ним пришел двенадцатитысячный отряд польского гетмана Хаткевича. Нелегко пришлось ополченцам. Решающее сражение произошло четвертого сентября. Ополченцы бились с поляками в течение четырнадцати часов и обратили их в бегство. Около двух месяцев продолжалась осада Кремля, где оставался польский гарнизон. Четвертого ноября ополченцы взяли штурмом Китай-город. Пятого ноября Кремль. 6 ноября 1612 года после торжественного молебна войска князя Пожарского под звон колоколов со знаменами и хоругвями с иконой Казанской Божьей Матери вошли в город. Казанская икона Божьей Матери одна из самых почитаемых в Русской Православной Церкви. Молитва перед иконой Казанской Божьей Матери не раз спасала Россию во время военных действий. Так было и в начале 17 века, когда Москва была захвачена поляками. В ополчении Минина и Пожарского был чудотворный образ Богородицы, и после усердных молитв люди смогли освободить Кремль от захватчиков в 1613 году. Была освобождена и Москва. В честь освобождения страны от польских варваров и в честь иконы Дмитрий Пожарский в 1630 году воздвиг Казанский собор. С тех пор 4 ноября чествуется икона Казанской Божьей Матери. Соответствующий указ, согласно которому предписывалось отмечать 22 октября по юлианскому календарю день Казанской иконы Божьей Матери в 1649 году подписал царь Алексей Михайлович Романов. В православном календаре эта традиция сохранена до сих пор. Так победа ополченцев стала началом прекращения смуты и возрождения российской государственности. И не напрасно на памятнике Минину и Пожарскому высечены слова «Благодарная Россия». Сегодня наша страна переживает период тяжелых испытаний. Нас со всех сторон пытаются оклеветать, напугать. Но есть наша история, богатая славными событиями, есть назидание наших предков. Только вместе мы сила и Родина Россия у нас у всех одна. День народного единства нужен, чтобы напомнить нам, что культурное многообразие России это повод для гордости, а не для конфликтов. Этот праздник нужен для того, чтобы все помнили, что великую русскую силу еще никому за всю историю не удавалось превозмочь, и теперь тоже не удастся. Пока мы едины, мы непобедимы. Эти слова и сегодня не теряют свою актуальность, оставаясь первостепенным ориентиром для большинства жителей нашей многонациональной страны. С с историей не спорят, с историей живут, она объединяет на подвиг и на труд, едино государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, встав как один на бой, и Русь освобождает, и жертвует собой. Во славу тех героев живем одной судьбой. Сегодня день единства мы празднуем с тобой. Златоглавая Россия Многоликая страна Удивительно красиво, необъятно, широко. Через войны непокорно, через время и судьбу. Мы идем с тобой, Россия, умножая честь твою. Все народы наша слава, с запада и на восток, ты могучая держава, мы один большой народ. Мы великая Россия, мы единая страна, наше братство, наша сила, наша гордость Родина. Много нас, нас, миллионы, если только захотим, покорим моря и горы, все несгоды победим. Самопытная Россия, уникальная страна, и культурами богата, и традиция сильна. Своей волей непреклонны, сколько жизни и любви. Не былые отстояли, твои верные сыны. Пусть же крепнет твоя слава, и могущество раздевает, ты великая держава, мы единый твой народ. Мы великая Россия, мы единая страна, наше братство, наша сила, наша гордость Родина. Много нас, нас, миллионы, будет так, как захотим, только вместе мы Россия, наш народ не разделим. Мы великая Россия, мы единая страна, наше братство, наша сила, наша гордость Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова